Все внимание сейчас к боям под Дебальцево. Это потенциально новый котел для украинских силовиков. И попасть в него могут разом 10 тысяч человек. Ну вот как выглядит сейчас карта боевых действий. Ополченцы теснят противника у Светлодарска и Красного Пахаря. Это примерно вот в этом месте. Одновременно с двух сторон отсюда армия ДНР, соответственно отсюда армия ЛНР. Если удастся занять эти населенные пункты, то останется лишь перекрыть дорогу на Артемовск. Это чуть северо-западнее. Кольцо тогда замкнется, а пока же по этой трассе еще возможно доставлять почти окруженным силовикам боеприпасы и подкрепления. В Дебальцево сосредоточена мощная артиллерийская группировка украинских военных. Именно оттуда обстреливается, например, Горловка. Откуда сообщения о погибших мирных жителях приходят почти ежедневно. Ну и взятие Дебальцево вписывается в общую концепцию задачи, которую поставили перед собой ополченцы. Оттеснить силовиков от крупных населенных пунктов. Ну и вот по последним сообщениям ополченцам удалось еще ближе подойти к Дебальцево. Сегодня они взяли под контроль Углегорск. Это в 7 километрах от стратегически важной точки. Из Углегорска сообщает наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Силы ополчения Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль ключевой населенный пункт у Дебальцево – Углегорск. Ополченцы заняли позиции на всех важных перекрестках населенного пункта. Выбили практически всех военных украинских вооруженных сил из города. И сегодня ночью установят контроль над дорогой, которая связывает Дебальцево с городом Артемовском. По сути, после этого так называемый Дебальцевский полукотел станет котлом. Украинскими войсками было предпринято ряд атак силой от танкового взвода до батальона с целью захвата господствующих высот и возвращения полного контроля над автомобильной трассой Дебальцево-Артемовска. Эти атаки ответным огнем подразделения армии ДНР были успешно отражены. Оперативный контроль над ключевой автодорогой сохранен. В настоящее время подразделения вооруженных сил ДНР, закрепившись на достигнутых рубежах, проводят перегруппировку сил для отражения очередного наступления украинских войск. Сейчас в городе Углегорск продолжаются ожесточенные бои, но стоит сказать, что украинская артиллерия наносит огневые удары по силам ополчения в этом населенном пункте и в округе для того, чтобы предотвратить полное окружение группировки из 8 тысяч военнослужащих в Дебальцево. Сейчас наша съемочная группа находится, собственно, в Углегорске. Здесь же побывал Александр Захарченко, глава ДНР. И он заявил, что, по сути, после сегодняшнего дня образовался новый котел под Дебальцево, и группировка украинских силовиков попала в огневое окружение. Силы ополчения заняли все ключевые высоты около трассы, которая соединяет группировку с тыловым обеспечением. Теперь украинские силовики не смогут получать необходимое продовольствие, боеприпасы, медикаменты, не смогут получать пополнение из Артемовска. По сути, связь между группировкой в Дебальцево и штабом так называемой антитеррористической операции блокирована. Величество число украинских военнослужащих, добровольно сдающихся в плен. В прошедшие сутки перешло линию фронта, чтобы сдаться силам ополчения 14 украинских военнослужащих. Голодные, замерзшие, демерализованные. Единственное, о чем они просят, не выводить их на камеры и не сообщать имена, чтобы избежать насилия по отношению к оставшимся дома родственникам. Мы идем навстречу таким просьбам, задержим, оказываем помощь. Они находятся в безопасности, им гарантирована жизнь и гуманное отношение. Ополчение приходится в Углегорской крайне непросто. Я напомню, что украинские силовики используют реактивные системы залпового огня. Град и ураган используют 120-мм минометы, также применяют дальнобойную артиллерию. При этом в городе по-прежнему остается достаточно много корректировщиков украинских силовиков, которые позволяют вести удары по позициям ополчения достаточно точно. Несмотря на это, всего за сутки силами Республиканской гвардии Донецкой Народной Республики город удалось сядь практически под полный контроль. Более 10 единиц танков, 10 единиц другой бронетехники уничтожено только за последний день. Евгений Поддубный, Рубен Миробов, Станислав Еловский. Вести из Углегорска. Редактор субтитров А.Семкин